Марфа, разверните, спасибо, один, два, три, четыре, пять. Со счетом 5-4 победу одержал игрок номер два. Владимир Студин, прошу ваши комментарии. Я бы устроилась на работу к игроку номер два. На самом деле выбор был очень нелегкий, скажу сразу, да. Оксана очень хорошо повела в первом раунде, но мне немножко показалось, что это как-то сразу оправдывается. Еще ничего не произошло, у тебя много-много-много аргументов, много разговоров, хотя по эмоциональному какому-то, мне, наверное, было бы с тобой очень комфортно работать. Фразы во втором, нет, в третьем раунде, что же ты его не послал? Меня вот это, наверное, развернуло окончательно, потому что приказ был дан руководителем. И потом отыграть таким образом, что же ты не послал моего клиента, если я тебе поручил, да, ну, было бы очень неправильно. И позиционно я бы, наверное, не стала работать с таким руководителем, который может вывернуть вот таким образом решение. Из всех трех раундов был, берешь, ну, еще раз повторяюсь, да, вот нелегко в этом плане. У Ленара, что мне понравилось, что мне не понравилось у Ленара, это какая-то вот неадекватность в оценке, да, то есть за решение, там, автомобиль, что-то недвижка, что-то 40 тысяч, вот это вот, что-то пошло-пошло, ну, не, все, стоп. Вот, ты знаешь, поэтому баланс был очень такой вот, вот на грани буквально. Хотя, говорю же, по внутреннему какому-то пониманию, наверное, с Оксаной не может было бы интереснее работать, но вот таких ошибок, наверное, как сотрудник, я бы их не приняла. Спасибо. Я бы нанялась на работу тоже к игроку номер два. Во-первых, мне понравилось, что он отстаивает в интересе своего работника, то есть в первой ситуации, в первом раунде он не соглашается на партнер, а именно пытается добиться того, чтобы его работнику оплатили рабочий день. И также, да, в ситуации с игроком номер один мне не понравилось, что она дала задание своему дизайнеру, и когда мне такое задание, да, мой работодатель, то я готова его выполнить. И как-то его не, как-то не опровергаем. Спасибо. Я бы устроилась на работу к игроку номер два, так как, во-первых, я хочу сказать, что участник номер один, мне бы было приятно с ней работать, потому что у нее какое-то хорошее отношение такое к своим сотрудникам. Вот, например, ты в ситуации руководитель-дизайнер. Вот, я считаю, мне бы было очень приятно с тобой работать, но я считаю, что участник номер два отстоял бы мои интересы, вот именно как сотрудника. Он, ну вот говорил, что, вот как сказала Анастасия, он говорил, что я считаю, что нужно оплатить моему сотруднику работу. Действительно, так оно и есть. Я считаю, что мне бы было очень приятно с ним работать. Вообще, конечно, участник номер один, она быстро очень реагирует на ситуацию, перетягивает ситуацию в свою сторону, но все же я отдаю предпочтение игроку номер два. Я отдал инициативу игроку номер два именно по этой причине, что очень проявляет большую гибкость. И чувствуется подготовка, домашняя подготовка, то есть, когда вот взяла инициативу, то сразу задала тон, что твой дизайнер тупит, к сожалению, что вот я привезла тебе воды, то есть, уже сразу оплата как бы начинала там и так далее. Несколько ступенчато как-то вот прозвучала Ленар, когда ты говоришь в ответ, не объясняй и не выясняй у нее, а почему же он там все худший там и так далее. Я тебе прислал сразу лучшего дизайна. Уже конфликт, уже столкновение. Она говорит, он такой, который целый день ничего не понимает. Здесь вот был момент такой. Явно отдал по этому инициативу первому игроку. Затем очки потерял на том моменте, когда стал требовать то машинку, то недвижимость, при том, что в лучшем случае 40 тысяч или 10 тысяч. То есть, вот объяснение переходов, да, было 10, но сейчас цены поменялись и прочее, как бы тоже логики в этом не было. И в конце, когда стали дискутировать, значит, когда дизайнер говорит, я талантливый, я работаю у вас, благодаря тому, что не капает на мозги, она уже задала картину мира. А ты уперты говоришь, ничего подобного, у нас вот есть дедлайн и так далее, это тоже вот недостаток гибкости, а переговора очень важна гибкости. Ну, я бы доверила переговору от своего времени участнику под номером один. Почему? Оксана великолепно сдаёт тон, сдаёт правила игры. Этим правилам потом очень сложно уже не подчиниться, сложно перебить этот настрой, потому что мягко, на положительные эмоции, подчёркивая сразу свою значимость и не гиблируя значимость каких-то проблем, которые могут возникнуть. Здорово понравилось. Второй участник, ну, попытка вот этой мягкой эмоции противостоять каким-то жёстким давлением, чувствовалась во всех абсолютно раундах, особенно меня удивил третий раунд. То есть первая часть третьего раунда это монолог о том, что этот клиент очень важен для нас, мы с ним давно работаем, он привёл на много других клиентов, мы там с ним практически дружим с семьями. И после того, как Оксана его что-то такое противопоставляет, пошёл прямо противоположный монолог. Я вообще тут просто дизайнер, сижу дизайнер, на кнопке мыши нажимаю, и что вы мне тут про клиентов рассказываете, я не понимаю. То есть буквально за третий секунд мы слышали сразу две прямо противоположные позиции. Это было и в других монологах, но в третьем это было особенно ярко. Поэтому здорово, но участник там родился. Спасибо. Я отдал первому игроку свой голос по той самой причине, что мне показалось, что Оксана была действительно более интересна, вела переговоры живо, очень хорошо играет, действительно актёрская игра присутствовала, я думаю, все согласятся с этим. Использует великолепно, так называемую детскую позицию, в которой Ленар не смогли предустоять. Единственное, я добавлю ещё, я отдал первому игроку свой голос с большой натяжкой. Потому как, если до первого тайм-аута Оксана была великолепна, то потом стала очень сильно сдавать свою позицию. То есть не придерживалась своих целей, подчас была невнятна и легко сдавалась под напором Ленара. Ещё раз спасибо. Я бы доверил свою собственность игроку номер один, потому что, наверное, игрок номер один показался лучше подготовиться к данному поэтингу, что показывает первые два раунда. Однозначно, вы были лидером, но дальше, как было уже отмечено, два последних раунда вы начали сдавать и сдавали я обнаружил две таких большие слабости, которые бы, если бы дальше вы играли, мне кажется, вас на вторую позицию перевернули. Это вы дважды сбежали с переговоров, то есть у меня никакого времени не ушло. То есть это очень негативное, я думаю, качество. И вы, мне показалось, не доводите дело до конца. То есть не было финала, не было закрепления результата. У игрока номер два, первые два раунда, мне кажется, он немножко был ошарашен, не знал, что сказать и переваривал пока свое место. Даша, минусы, я написал, было метание, то есть не мог определиться, что он хочет, не было гибкости и не предлагал вариантов своему оппоненту. вот эти вот вещи во-первых, раунды подвели, а во-вторых, в третьем, в четвертом уже он прогрессировал. Наверное, если был пятый раунд, то, наверное, набрал бы свои очки. Спасибо. Я бы наявил свою собственность второму игроку, участнику. Было очень сложно вообще сделать выбор, в принципе, даже как собственник компании, которая представляет дизайнерские услуги. Ну, вторую, в первой части с граунда, да, Ленар, очень рассмешил машину за 8 часов рабочий день дизайнера, не знаю, ну, в принципе, да, только уровень лебедя, наверное. Вот. Ваши аргументы прогорел в принципе полом. Как, ну, может быть, некомпетентный, как собственник, то есть, как руководительный. Вот. Но потом вы, как-то, посовещает нас секундантом и у вас пошло клиентоориентированность, там, устранение отношений через инструкцию, и дедлайны, филировать и так далее, что, в принципе, мне очень понравилось. В втором части мне понравился набор, домашняя готовка первая, круто, да, то есть, как уже прояснили, то, что все сразу, да, и результат, и сколько стоит, и так далее. Ну, вот, как собственник, ну, как-то не поверили, не увиделся. Спасибо. Спасибо. Я бы не доверила свою собственность никому. По одной простой причине. Результаты не было ни в одном из минералов. Договоренности. А почему я подняла карточку номер два? Ну, потому что мне интересно посмотреть, что же будет в следующем раунде, когда борьба будет идти между мужчинами. Потому что я считаю, что правленческие поединки и борьба это исключительно мужское дело. Без обиток. Вот такое мое мнение. Спасибо, уважаемые судьи. Марфа, с вами я поспорю жестко. Потому что, на самом деле, управленческую борьбу очень искусно ведут женщины. Очень искусно. Именно поэтому мужчины таскаются за ними с пакетами по магазинам. Всегда. А вот за запчастями женщины с мужчинами редко ходят. Что это значит? Согласие. Теперь я буду так тоже делать, но когда не за рулем. На самом деле, женщины более тонко ведут позиционную борьбу. Позиционную. Мужчины, естественно, математики более деловую. Поэтому очень интересные поединки, очень интересные между мужчиной и женщиной. Дмитрий, я с удовольствием принимаю ваш... Вы закинули лодочку, я принимаю. Спасибо, я вас поймал сегодня. Я бы сказала, что вот вести игру переговорщика, это да, побороться на мужское дело. Возможно, Марфа. Но выбор каждого. В любом случае, выбор каждого. И сейчас я хочу, уважаемые зрители, в первую очередь, вам, наверное, показать вот уже на основании этих двух поединков, ну, скажем, некие такие вещи, да, которые с нами в жизни происходят. А что же с нами происходит? Мы все действуем достаточно стереотипно, и не потому, что мы плохие, а потому, что стереотипы нам позволяют экономить время, как правило. Поэтому мы приобретаем стереотипы и гораздо быстрее делаем привычную повторяющуюся работу. Но очень часто наши стереотипы, они нам мешают именно тогда, когда нужно действовать по ситуации. То есть нужно мыслить и находить выход какой-то новый, какой-то необычный. То есть принимать нестандартное, скажем так, управленческое решение. А если этого не делать, то мы с вами спокойненько в жизни заходим в такие ситуации, как руководитель, например, дает своему подчиненному задание, а потом говорит «А почему ты не послал меня?» Ну через моего клиента, я же посылаю руководителя, руководитель сказал помочь клиенту, а я говорю «Да пошел это с клиентом?» Естественно это в адрес руководителя опосредованно идет. Мы попадаем в такие ситуации, когда двое партнеров, которые достаточно видимо долго уже работают, готовы ну собственно разорвать отношения, несмотря на то, что воды там уже некуда девать, и она не замерзла в отличие от счетов предпринимателя. Но некое непонимание, некая маленькая нестыковка картин мира, и мы привычно идем на агрессию. Вы это замечательно вот в последнем поединке увидели. Могу обратить ваше внимание на то, что уважаемые игроки, вы не пододвинулись к решению задачи. Мы, к сожалению, не увидели, а как, как вот эта проблема, она разрешилась. То есть по сути вы оба убежали от ее решения. Если вы больше не работаете, вы сбежали от решения проблемы. Если у вас под вопросом теперь дизайнер, которому оказывается капать на мозге, он возможно сбежит, это тоже не решение проблемы. То есть вы отказались ее решать. На самом деле здесь были ходы, и достаточно, их много было вариантов решения, но надо было просто двигаться, использовать такое качество, как конкурентность. То есть умение заглянуть на ситуацию с противной роли, с глазами противника на нее посмотреть. А на самом деле поединок был очень красивый. Жаль, что компромисс или какого-то решения вот в конце мы не увидим. Браво, Оксана, замечательная заготовка. Вам единственное два моих совета будет. Когда у вас очень серьезная заготовка, это представьте, как будто бы конструкция, которую вы в кабинет, в офис или в переговорную комнату вносите, ее там собираете и оставляете. Чем больше заготовка, тем меньше места у вас для маневра остается. Вы по стеночке можете только двигаться. Это первый момент. А второй момент, когда вы такую мощную заготовку делаете, вы, пожалуйста, продумывайте, и вам уже один из судей обратил на это внимание. Вы оставляете противнику дорогу к жизни. Вы думаете, как он будет проигрывать? Понятно, что вы выкатили на него серьезную аргументацию, заготовку, а ему куда деваться? Возникает проблема возможной потери лица в этом случае у человека. А тогда он начинает за свое лицо биться активно. Понимаете, в результате вы его вынуждаете Субтитры сделал DimaTorzok